Анекдот совершенно замечательный. Это когда, значит, в одной лодке после авиакатастрофы плывут спокойно, все хорошо, все живы. Плывут, значит, Обама, Путин и Лукашенко. Значит, ну, они плывут, и, естественно, возник вопрос, кто будет грести в этой треклятой лодке, понимаете? Обама говорит, я не буду грести, я лидер мира, что я буду грести? Значит, Путин говорит, я тоже лидер ядерной державы, я грести не буду. Ну, Александр Григорьевич говорит, хорошо, давайте проголосуем. Смена картинки. Гребут на двоих Обама и Путин. Александр Григорьевич сидит. И у Обамы рождается естественный вопрос. Володя, ты мне объясни, как это так получилось, что нас всего трое, а за него проголосовали четверо? Ты мне рассказывал, что втроем Буш, Путин, Лукашенко, гребли в этом в лодке. И потом что-то про выборы. Знаете, сразу скажу, что я очень плохо запоминаю анекдоты. Не надо? Ну, расскажи давай. Давай рассказывай полностью, ничего не сокращай. Обама, Медведев и Лукашенко оказались в одной лодке после авиакатастрофы и все с понтами и никто не хочет везти. Обама говорит, вы не сверхдержава уж понимаете, тут мы над всеми. То же самое и Медведев, но мы тоже Россия... Ядерная держава. Ядерная держава. Ну, давай ты, Лукашенко, да нет, ребята, давайте мы проголосуем. Вот проголосуем, как будет, так будет. Проголосовали, в результате меняется картинка, анекдоты, Буш гребет, ой, Обама гребет, Медведев гребет, а Лукашенко сидит. И Обама говорит, слушай, Дима, кажется, он нас наколол. Нас только трое, а за нем проголосовало четверо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова